Здравствуйте! Мы с вами обсуждаем важные социальные и несоциальные проблемы. И вот еще одна. Как работает скорая помощь в Абхазии? Последние несколько месяцев я жила вне столицы. Именно тогда я ощутила некоторое беспокойство. А вдруг кому-то будет плохо? Травма, сердечный приступ, отравление, гипертонический криз. Можно ли вызвать скорую помощь и откуда ее ждать? Мы неоднократно освещали тяжелую работу скорой помощи в условиях пандемии. Но понимание социальной значимости этой службы по задачам и характеру экстренной всегда в любое время суток, понимание на всех уровнях больше чем важно. И кажется, здесь есть проблема. Мы обсудим ее сегодня в новом выпуске Аргамы. Чтобы справиться с этой задачей, мы пригласили в студию заместителя министра здравоохранения Саиду Делба, главврача службы скорой неотложной медицинской помощи города Сухум Аслана Джопова, главврача Чемчирской районной больницы Мадонну Кишмаре. Соведущая Анна Гуня. Здравствуйте всем. Как я понимаю, централизованной республиканской службы скорой помощи в нашей республике, в нашей стране нет. Есть у нас служба скорой неотложной медицинской помощи города Сухум. А что в районах? Как быть с отдаленными и труднодоступными селами? Насколько экстренной помощью охвачено все население страны? Начнем, наверное, с этих вопросов. Я расскажу немного о той службе, которая вообще функционирует скорой помощи на сегодняшний день. Помимо Ачемчирской ЦРБ города Сухум освещу, так как представители этих структурных подразделений находятся в студии, они сами озвучат о своих лечебных учреждениях. Что касается по республике Абхазия на сегодняшний день, на, как говорится, по последним данным, на 12 часов сегодняшнего дня. Если мы начинаем с города Гагра. В городе Гагра имеется, город Гагра, Цандрип, Шпицунда, всего три станции скорой медицинской помощи. На сегодняшний день, как озвучивает нам главный врач Индира Артемовна Арсалия, в принципе, имеется, как обычно, кадровый дефицит не только со стороны средних медицинских работников и врачей, а также касаемо водителей. Так как особенно летний сезон наиболее востребована западная часть Абхазии, количество населения растает в летний период, вызова, естественно, становится больше, поэтому, соответственно, и работы выездов, количество выездов увеличивается. Что касается оснащенности, сейчас глава администрации города Гагра занимается вопросом и закупают еще новый автомобиль. В ближайшее время у них будет еще новая машина скорой медицинской помощи. Что касается медицинского оснащения в плане расходников и медикаментозного обеспечения, то город Гагра не испытывает никакой нужды в плане медикаментов. Взаимосвязь между поликлиническим отделом, стационаром и скорой помощью, непосредственно взаимодействие есть. После каждого вызова, который осуществляет бригада, утром на пятиминутке обсуждаются все вызова и, соответственно, если есть необходимость, а так оно и должно быть, докладывается это в поликлинический отдел, что произошло, кого вызывали, на какой участок и с какими проблемами. Передается информация в поликлинику, но если произошла госпитализация, то непосредственно обсуждается, в какое отделение стационара была произведена госпитализация. Станция скорой помощи есть в Сухум, мы это знаем. Она существует автономно, да, она подчиняется администрации города и так далее, но она как служба существует автономно, самостоятельная структура. А вот в Гаграх, вы говорите о Барсале, она главврач больницы, насколько я понимаю. В каком виде, в каком качестве скорая помощь там существует? Она существует при центральной районной больнице. У нее есть свой штат, у нее есть свое штатное расписание, и они при больнице, но у них не так, как в других местах бывает, врачи приемного отделения ездят на вызова и осуществляют работу скорой помощи. Это непосредственно отдельная служба. В всех больницах, районах существуют такие станции скорой помощи? Ну, Мадуна Корбеевна осветит Ачемчижский район. Я буду говорить о других, практически в других районах все при больницах. Отдельно существует станция скорая медицинская помощь, но она во взаимодействии с главным врачом и ЦРБ, и поликлиники. Нету оторванности от главного врача, заведующего поликлиническим отделом и главным врачом. Но в плане функционирования штата и обеспечения бюджета, у них свой бюджет, у них свое штатное расписание. Но это все находится при ЦРБ. Бюджет у службы скорой помощи, которые при больницах, они имеют свой бюджет? Они имеют, потому что у них свой штат, штатное расписание, соответственно, когда формируется бюджет больницы, то станция скорой медицинской помощи, ее бюджет вкладывается в бюджет больницы. Конечно, Гагра испытывает и не только в летний сезон кадровый дефицит. Все, что касается всего остального оснащения и помощи, администрация города очень помогает больнице. И, в принципе, проблем существенных на сегодняшний день, вот на 12 часов дня сегодняшнего, не озвучено. А у них какие кареты скорой помощи? У них, не скажу сейчас там, какого класса именно, но... Реанимационное оборудование есть в карете скорой помощи? Да, есть машина, которая оснащена, потому что они иногда осуществляют перевозку больных за пределы Абхазии. И поэтому есть машина, которая оснащена и кислородом, и всем необходимы для того, чтобы перевозить тяжелого больного за пределы Абхазии. Непосредственно это Осочинская больница, ну и редко, конечно, Краснодар. У них сколько автомобилей? Один, два? Вот именно автомобилей, которые, вот скажем, с района позвонили, и за кем-то надо приехать, да? Вот выехать надо, скажем, в бригаде. Ну вот потому они и разделены. Пицунда обслуживает весь город Пицунда и прилежащие территории, Цандрипш свою территорию и Гагра. И не одна в Гагре, конечно, бригада. Сказать, какое количество людей в каждой бригаде, кто выезжает, не буду озвучивать, потому что все, что касается центральных районных больниц, вы же понимаете, это не структурное подразделение Министерства здравоохранения. У нас нет централизации не только станции скорой медицинской помощи, но у нас нет централизации лечебных учреждений в принципе. Поэтому каково у них штатное расписание, сколько человек работает и в какой бригаде, я вам не отвечу на этот вопрос. Да, об этом знают в администрации района. Конечно. Обоснованное мое беспокойство по поводу того, что все-таки вот несколько страшно от того, что возможности серьезных для того, чтобы экстренно выехать, помочь и так далее. Вот не всегда, наверное, есть возможность, особенно в районах по городу, мы потом будем более подробно говорить тут, думаю, другая ситуация. Скажу прямо, что вот как таковой службы скорой помощи в Ачимчишском районе нет. Службы нет. Это не говорит о том, что мы не оказываем помощь. Об этом я скажу попозже, но хочу сказать, почему так. Значит, до войны, конечно, служба была. И так получилось, что после военный период времени, ну не получилось организовать службу скорой помощи, потому что много вопросов. Это помещение, вопрос помещения, это вопрос штатного расписания. Мы находимся на бюджете нашего района. И хочу сказать, что на протяжении всего этого периода времени мы, когда формируется бюджет, свое видение всегда вносим в штат о том, что необходимо иметь штатное расписание скорой медицинской помощи, и необходимо иметь такую структуру, но из года в год получаем пока что отрицательный ответ. Хочу сказать, что на протяжении всего моего, по крайней мере, моей службы всегда обращалась на все уровни, которые возможно было. Об этом знали все главы администрации нашего района, все наши министры сегодняшние. Мы обращались неоднократно, можно сказать, ко всем президентам. Было понимание, что да, необходимо иметь, но как-то вот пока остается открытым вопрос. В 2018 году была встреча с президентом, и мы говорили конкретно о вещах, и по поручению президента тогда была сформирована проектно-сметная документация о том, чтобы выстроить небольшое здание. Вот я даже принесла с собой чертежи. Это все хранится в администрации, в гоустрое. Но потом, в общем, этот вопрос остался открытым. Буквально в сентябре месяце опять мы обращались к главе администрации, министру здравоохранения, с письмом, с просьбой как-то все-таки включить хотя бы в будущий год штат и с чего-то начать. Пока вопрос остается открытым. Но хочется сказать, что наши люди, у нас большой район, 27 сел, и по протяженности он большой, и села не все находятся на равнине, куда-то вот так надо подняться, горное место Джал, я не знаю, в Джигерду, в Варакич и так далее. Большая протяженность. И жители нашего района должны иметь такую возможность взять трубку, позвонить, вызвать на себя, значит, по 0-3 звонку, вызвать бригаду. Ну и хочу сказать вместе с тем, что все равно мы оказываем помощь. То есть наши люди не знают того, что у нас этого нет. И по мере того, как они к нам обращаются, естественно, мы сразу мобилизуемся и выезжаем. Душа, на какой номер они звонят, если звонят со всем? Да, ну смотрите, в Абхазии все друг друга знают, в районе, тем более почти все имеют наши номера, значит, звонят напрямую, возможно, мне, в любое время суток, моему водителю, любому, хоть санитарочке, кого, кто знает, звонят, и тут они, значит, звонки все сходятся ко мне, и мы начинаем организовываться. Конечно, мы стараемся это сделать очень быстро, водителю, ведь у нас на самом деле 4 машины скорой помощи. Но это машины скорой помощи, это не служба скорой помощи. Человек пришел с 9 до 6, отработал, все, его свободное время, он должен быть дома. Мы платим только за те часы, которые указаны в штатном расписании. Но по факту получается, что существует такая джентльменская договоренность между сотрудниками, мы выручаем друг друга. То есть вот между водителями график примерно, ты на телефоне сегодня сутки. Случись, что в любое время суток звонят, допустим, мне, я звоню дежурной медсестре приемного покоя. Значит, на протяжении 30 лет функцию скорой медицинской помощи параллельно в нагрузку выполняют сотрудники приемного покоя. То есть в больницу за сутки заступает дежурный врач, дежурная медсестра приемного покоя. Естественно, они оказывают помощь всем пациентам, которые обращаются в больницу. И в то же время, когда поступает звонок, это может быть уже после 6, это может быть в 10, в час ночи и так далее, поступают звонки, просят о помощи, и они вынуждены оставлять свой пост. Просят приехать, просят приехать. Конечно, вызов. Это может быть в этап, это может быть в Тхину, в любую точку нашего села. И в такой момент приемный покой самое такое отделение, которое постоянно загружено, постоянно обращаются люди, это могут быть и дети, и взрослые, и с разными заболеваниями. Естественно, приемный покой всегда активно работает. Но вот в этой ситуации, значит, она вынуждена оставить свой пост медсестра. Если врач свободный, он тоже выезжает. Ну и смотря, какая проблема, да, мы же обычно спрашиваем, что там у пациента, какая помощь, ну в чем, что случилось. Вот, и тогда выезжает либо врач с медсестрой, дежурный, либо медсестра. Ну, на телефоне постоянно. А что, получается, в это время в приемном покое никого нет? Доступает другая, значит, дежурная медсестра, которая рядом в кабинете работает. Это у нас круглосуточный травмпункт, перевязочный кабинет, где также работает медработник. Все они обучены, очень хорошо ориентируются, быстро могут сориентироваться, оказать помощь. В любое время могут позвонить, проконсультироваться. То есть мы постоянно в контакте. Вот остается, допустим, другая медсестра продолжает работать в приемном покое. А бригада выезжает. Вот они выезжают. Если выезжает одна медсестра, она приезжает на место и оттуда докладывает, что с пациентом, какие показатели, жалобы. И, значит, постоянно консультируется либо с дежурным врачом, либо со мной, либо с другим доктором. И мы ведем на телефоне. Там, значит, дальше по ситуации, если оказали помощь, и этого достаточно, пациент остается дома и дальше уже передается сельской медсестре. Либо забирают пациента, если это инсульт, инфаркт или какая-то там еще патология, которую, значит, нельзя оставлять на дому. Мы, значит, на носилке и в сопровождении медсестры везем, договариваемся с лечебным учреждением. Это, как правило, либо республиканская больница, либо Сухумская городская больница и перевозим. Ну вот если рассматривать вопрос времени, да, одно дело, когда существует организация, которая работает только на вызова. То есть они вот все собраны, пришли на работу, сидят и на любые вызова 7 минут насели в машину, уехали. Вот. В нашем случае мы тоже стараемся это организовать быстро. Ну, минуты 3-5, возможно, пока нужно собраться, да, чтобы водитель оказался рядом и медсестра, и они выезжают. Мы стараемся не показывать, и в большинстве случаев население даже не знает, что такой службы в районе нет, потому что, ну, человек невиновен в том, что... Мы работаем, мы стараемся оказывать помощь, никогда в жизни никому не отказали. И хочу сказать, в пандемии у нас все 4 машины работали, каждый имел свои функции. У нас была машина, которая была оснащена кислородными баллонами, и мы везли тяжелых больных, значит, с наблюдением, с кислородной подачей до года утра, расстояние от нас немаленькое было. Вот. Одна машина этим занималась, другая ездила по домам, там собирала биоматериалы, третья оказывала помощь на дому. Потом очень долгое время у нас не было, пока вот, да, вначале, то рентгенаппарата не было. Мы собирали пациентов, сажали в скорую и отвозили сухом, чтобы сделать рентген. Потом у нас появился рентген, и эта функция отпала. Очень долгое время мы возили биоматериалы в республиканскую санэпидстанцию для того, чтобы сделать, значит, определить наличие вируса. Вот. Потом уже у нас в районе организовалась такая служба, этот вопрос тоже отпал. Но что хочу сказать, на протяжении всей пандемии все 4 машины были активно задействованы, все работали. Возможно, поэтому наши жители не чувствуют того, что такой службы нет. Мы стараемся быстренько мобилизоваться и оказать помощь, и выехать. Но, мне кажется, сегодня, спустя 30 лет, уже пора иметь свою службу так, чтобы она работала не в экстренном порядке, не в форс-мажоре, а вот пришли, работают, отслужили, пришла завтра другая бригада и так далее. Вот. В этом году сейчас у вас ведь, извините, может быть, и нагрузка увеличится. У вас открыли вот большую гостиницу черноморскую, жемчужину, и туристов будет больше. Да, естественно. И поэтому может увеличиться у вас нагрузка. Конечно, увеличится. Вы учитываете это? Да, будут посетители, конечно, и в приемном покое прибавятся пациенты, и вызовов. Кстати, хочу сказать, что мы постоянно выезжаем, нас в Кинге вызывают, на эти все, в дом отдыха, на источники. Естественно, мы выезжаем в там же виллич, тоже, да, гостиничный комплекс там, туда выезжаем. Очень часто бывают всякие форс-мажорные ситуации. То дети болеют, то кто-то споткнулся, то кто-то упал в обморок. Ну, и мы же не будем объяснять людям, извините, у нас такой службы нет. Нет, мы выезжаем. Если при всех районных больницах есть станция скорой помощи, почему так получилось, что в Ачимчирской нет? Еще раз говорю, значит, мы постоянно обращаемся к руководителям высокого ранга для того, чтобы этот вопрос был решен. Дело в том, что мы находимся на бюджете нашего района. И мы полностью зависим от того, насколько возможно это организовать в районе. Вижу, что есть понимание, и сегодня есть такое понимание. Говорили мы с главой администрации, письмо ему передавали для того, чтобы он поговорил. Кстати, ну, какое-то оживление экономической жизни начинается в районе. Возможно, что эта проблема тоже решится. Очень надеемся. Я думаю, что совершенно правильно сегодня мы поднимаем этот вопрос. Да, вот очень он актуальный. Мы же понимаем, что очень часто это зависит от бюджета, от того же района. Перейду теперь уже к нашей столице, к городу Сухум. На самом деле, о деятельности станции или службы скорой помощи мы знаем очень много. Руководитель, главврач Аслан Джопуа. Ну, нередко бывает, скажем так, в наших новостях и так далее. Он человек очень коммуникабельный, диалогичный и всегда рассказывает о работе, о проблемах и так далее. Вот хотелось бы сейчас тоже вас послушать. И насколько правильно вообще я поставила вопрос в самом начале моей формулировки о том, что централизованной такой республиканской станции скорой помощи у нас в Абхазии нет. Правильно ли это? Станция медицинской скорой помощи города Сухум. Нам, кстати, в прошлом году 80 лет, как она вообще, эта станция существует. И вообще станция скорой помощи, любая вообще станция медучреждения, это самостоятельная организация. Ну, при больницах, в районах чаще мы встречаем отделения скоропомощные, которые подчиняются больницам. Где-то справляются, не имеет значения это при больнице или это самостоятельно. Они, значит, службу эту несут, отвечают за все это и работают. Насколько успевают, не успевают, да, вот скорая помощь в своей работе, это напрямую зависит и от количества населения, и, значит, от количества сотрудников. Вот эти две вещи очень важны. Сегодня не то, что в районах, везде, я имею в виду, даже в Сухуме нехватка специалистов ощущается. У нас буквально вот последние пару лет уже начали появляться молодые врачи, что радует, конечно же. До этого, до этого мы вынуждены были, значит, единицы врачей у нас был, там один врач где-то вот в сутки дежурит, а две-три бригады фельдшерские дежурят. Ну, значит, много вот кадровых вопросов. Потом, в летний сезон, в летний сезон очень дорого стоит услуга водителя, потому что каждый водитель, имеющий свой личный транспорт, значит, в сфере обслуживания туристов, это такси, перевозки, экскурсии, они работают там, зарабатывают ощутимые, скажем, деньги, ну, даже в день. Значит, на зарплату работать, на скорой помощи уже, значит, уже невыгодно становится. Значит, и мы привыкли, что у нас в летнее время больше вызовов и нехватка водителей из середины лета, значит, когда уже море, тоже температура прогрелась, инфекционные, ротовирусные, там, кишечные палочки, разного рода инфекция, значит, начинает процветать. Вот так вот вкратце можно охарактеризовать цикл работы, скажем так. Но факт то, что скорая помощь, она нужна тогда, когда она нужна, а не тогда, когда она там где-то стоит, где-то есть. И мое личное мнение, учитывая, что у нас территория всего 200 километров в длину, вся Абхазия, значит, а населенные пункты разбросаны, и никто не отменял вот такой норматив есть на скорой помощи с советских времен, и он очень четко подсчитан, и он очень оправданный, такой норматив. На 10 тысяч населения городского нужна одна бригада скорой помощи. На 5 тысяч сельского населения тоже одна бригада. На 5 тысяч, потому что она в пересеченной местности, она более разбросана, а в городе более компактное проживание. Значит, вот эти все нормативы, вот эти все подходы, когда вот упорядочить и четко правильно к ним подойти, тогда наверняка, значит, четко прояснится картина. То ли это республиканская скорая должна быть, то ли это в каждом районе свое должно быть, хотя для меня это не принципиально. Главное, чтобы вот разброс этих станций, подстанций по территории Абхазии, чтобы доступность к каждому населенному пункту очень короткой была по времени, по временному отрезку, потому что скорая помощь есть, значит, это экстренная служба. Скорую помощь просто так не вызывают, значит, скорую помощь вызывают, на самом деле, в экстренных ситуациях, когда большая угроза жизни человека. Значит, и там просто того, что рядом медик оказался, может не помочь. Необходимо много чего иметь под рукой, чтобы оказать полноценную такую помощь, чтобы удалить, скажем так, угрозу жизни. Чтобы на первом этапе вот эту такую помощь оказать и дальше, чтобы могли этапировать его на госпитализацию. Значит, вот в чем заключается работа скорой помощи, и тогда она сама собой, она нам подсказывает. Чем быстрее доехал, тем лучше эффект, естественно. Мадонна Горбеевна уже начала разговор очень важный о работе в условиях пандемии. Немножко было сказано, потому что мы прекрасно все понимаем, какая нагрузка вообще легла на вас, вот на ваше учреждение во время пандемии. И мы помним, как тяжело приходилось, но в то же время, насколько успешно. Я думаю, что это не только моя оценка, как гражданина этой страны, это оценка многих и многих людей. Они знают, что наше здравоохранение с пандемией справилось, справилось на самом деле. На достойном уровне все было, и было такое перенапряжение всех ресурсов и сил. Есть что вспомнить о том, как работалось во время пандемии. Мне кажется, что вы все получили очень серьезный опыт. И после этого, после того, как пандемия закончится, мы должны много поменять чего. Вот реформировать какие-то хотя бы сферы того же здравоохранения. Обязательно нужно реформировать, используя опыт, который получили наши медики. Я думаю, что мы были одни из первых, которые в нашем селе Лабра. Это было начало лета. Выявилось несколько случаев ковид-пациентов. И по поручению министра мы выехали туда. Провели... В два дня мы проводили забор биоматериала. В этот период было выявлено 12 человек в селе. И было принято решение сделать карантин. То есть закрыть село, чтобы они не контактировали с другими селами, чтобы не выезжали. И на месте все локализовать. Так вот, мы в то время, на протяжении 14 дней, на машине скорой помощи, сопровождении медработников. Это обязательно был врач. И две-три медсестры мы выезжали в село. И стояли там ровно столько в пункте, в медпункте. Стояли где-то до трех, до четырех. Для того, чтобы... Получалось, люди приходили и говорили, вот вы нас закрыли, а нам нужна аптека, у меня давление, у меня сахарный диабет. И мы привозили с собой лекарства. И просто вот Минздрав тогда нам помог, выделял, по нашей просьбе выделял препараты. И мы просто так, значит, во время приема в амбулатории раздавали эти препараты, смотрели пациентов. Помимо ковида, естественно, обращались люди к нам по разным просьбам. Даже была ситуация, когда жители просили, чтобы к ним машина заехала с газом. Что вот у кого-то там не закончился газ, мы выехать не... То есть, ну, вся эта работа проводилась нами. Там стояла машина скорой помощи. Был случай, когда человек поранился, и, естественно, они знали, что мы там находимся, приехали к нам, мы там оказали помощь, перевязали на машине, отвезли в перевязочный кабинет больницы. Там уже оказали полноценную помощь. То есть вот в течение двух недель мы начали с этого. Активно работали там. А потом, когда мы вернулись уже в наше лечебное учреждение, то просто первый кабинет у входа в больницу открыли и начали принимать. И, ну, не побоялись. Вот кто приходил, принимали всех, никогда не смотрели на паспорт, откуда он приехал, из Сухома там, или из Корчала, или из какого-то другого. Мы сидели с утра до последнего пациента, до ночи. Вот кто заступал на дежурство из медсестер, они садились рядом со мной, и вот так вот мы принимали, ну, может быть, мне 25. Потом потихонечку возникла необходимость, некоторых пациентов надо было капать. И в этой маленькой комнате мы поставили кушетку, и параллельно, значит, мы вели осмотр пациентов, и тут эти люди приходили капаться. Это было утром, это было вечером. И помню первого пациента, значит, тогда неизвестно было нам, как будет вести себя заболевание, и нам казалось, что первого этапа вроде бы уже все хорошо, и мы думаем, что мы заканчиваем лечение, и вдруг все заново, и опять с температурой, и опять с одышкой, с кашлем. И все это время все-таки мы его долечили у себя. Я для себя сделала такую заметочку, подумала, если мы его вылечим, то мы будем заниматься этим, и будем вести пациентов, и не будем бояться. Вот я, когда сейчас его встречаю, есть такой Коба Читанава, он житель нашего, да, И я говорю всегда, что ты для меня как вот талисман, потому что ты вселил в нас надежду, и на самом деле все потом пошло, да, потом мы открыли отделение, потом мы, была такая ситуация, что у нас вообще кровати стоят старые, после войны что нам осталось в наследство, вот они и были. И мы попросили у Минздрава, и в это время, значит, какое-то время, вечернее нам закупили, привезли 20 кроватей, в это время у нас полное отделение пациентов, в тот период лежала наша, знаете, все, наверное, Ламара Кучуберя, наш фельдшер, реки, и вот как раз это был период, и неудобно было лежать на кроватях, которые вот так вот прогибались, и тут мы прямо, тут же ребята собирали нам на первом этаже кровати, и мы бегом-бегом носили их в отделение, вытаскивали пациентов, клали на ногу, и, в общем, вот за весь вечер мы все поставили, то есть, ну, всякое, разное было, конечно, да. Я хочу сказать, что коллектив настолько быстро собрался, там никто не смотрел, какой он специальности, это акушерка или это педиатрическая медсестра, все сколотились, ну, вначале, конечно, побаивались заболеть, принести болезнь домой, где есть пожилые люди, дети и так далее, но потом как-то само собой сколотился очень хороший коллектив, команда, которой, ну, один раз достаточно было сказать, и все выполнялось, и мы работали с утра до утра. Пока не уснет каждый пациент, мы просто практически не оставляли их. Ну, во всяком случае, как мне кажется, мы сделали все, что мы могли, даже больше. И этот период я вспоминаю, как самые лучшие годы моей работы. Могу сказать честно. Всегда старались работать хорошо. Да, было очень трудно, но это самое лучшее время. А участие государства, скажем, вы вот все время ссылаетесь на Министерство здравоохранения. На самом деле, министерством тогда проводилась очень большая работа. Огромная работа. Знаете, вот человек просто приходил, в чем пришел, зашел, в отделение закрылась за ним дверь, все, мы его папа, мама, брат, сестра и так далее. И им не нужно было ничего приобретать. То есть абсолютно полное снабжение было с Министерства здравоохранения. Это было так хорошо. Вот никакой вообще мы не испытывали ни в чем нужды. Медикаменты, пожалуйста. Все расходники, пожалуйста. Аппараты поэтапно мы начали получать, потому что был период, когда нужно было иметь эти концентраторы, которые помогали. А потом еще, когда, значит, Валерианович нам, значит, быстренько организовала и профинансировала, и сделали нам трассу кислородную. У нас уже была палата с подачей кислорода, две палаты, четыре точки, и мы уже вздохнули. На самом деле много было сделано отовсюду. Питание было? Питание было налажено, администрация финансировала. Горючие, вообще, горючие смазочные материалы, и все наши ремонтные работы машин абсолютно полностью в этом, вот в период пандемии, задержки ни в чем не было. Были просто граждане, которые приходили, приносили там какие-то свои продукты, какие-то бизнесмены приносили нам, допустим, бутилированную воду. Ну, кто-то ставил кондиционер, мы даже не успевали говорить спасибо, потому что люди так откликнулись, объединились, и это было очень хорошее время. Это было самое сложное время нашей работы. Когда государство и общество справились, скажем так. Да, да, были как одно целое. Да, на самом деле это очень приятно. Кстати, я просто быстренько скажу, на выходные как-то нам пришлось приехать в Ачинчирскую больницу, проблема была со здоровьем у одного человека, и я увидела, это было ночью, я увидела Мадонну Горбину, вот так вот бегом идет по коридору, я спрашиваю медсестры, а что, по выходным тоже главврач на работе? А мне медсестра говорит, а она здесь живет. Ну, это была большая ответственность, и мы несли ответственность за каждого человека. Для нас неважно было. У меня был дедушка, которому было 96 лет, и мы его выпустили с нашего отделения. Для нас это всегда был праздник, когда уходили люди от нас домой. Не в Кудауту, не в инфекционную, а домой. Да, на самом деле. За каждого, за дыхание каждого пациента мы буквально несли ответственность. И глядя на то отношение, как ведут себя врачи, медсестры старались делать то же самое. Они знали те признаки, те моменты, на что нужно было обращать внимание. И случилось что-то не так, они сразу же сообщали, говорили, ой, вы знаете, вот это так, а вот тут нужно это. И в любое время суток мы сбегали, съезжались, и оказывали немедленно помощь пациенту. Все прошли через повышение квалификации, скажем так. Жизнь заставила люди через повышение квалификации. Пожалуйста, снова нужно мечтать. Мы тоже самое в пандемию. Значит, начну с цифр, что за пандемию скорая помощь города Сухуми обслужила 18 600 с чем-то человек, потому что перевезенных в Кудауту и в сутки у нас бывало в Кудауту до 20-25 выездов в сутки. Тремя бригадами работали. Вот 25 рейсов, это туда поехать, приехать практически. Ну не только медперсонал герои, но и водители, которые вот такую физическую нагрузку осиливали. Да, конечно же, и фельдшера, водители, особенно молодежь, молодые наши сотрудники, которые вот сказали, мы будем делать, мы просто на первом же совещании, как началась пандемия, мы вынуждены были сказать, что это война биологическая. Мы как на войне, вот в госпиталях работали ответственно и стояли, вот делали все свое дело, вот так же надо сейчас же отнестись и чуть ли не казарменное положение объявить, влечь учреждение, чтобы все здесь находились и не уходили домой. И первое, что мы вот это приняли и решили, что наших стариков, скажем так, пожилых людей, наших сотрудников, мы решили отпустить домой. Они находились у нас дома и молодые все, абсолютно не жалея себя сил, вот так вот работали. Могли вот Гудауту пять раз поехать, пять пациентов отвезти, и приехали. И вот только с костюмом, вот как бы снимая, там они вот приходилось им заново, даже отдышаться не успевали. А в летнее время девчонки молодые бывали в обморок падали, потому что это и так жарко. А в этом костюме вообще задохнуться можно. То есть вот такие трудности, все на себе испытав, вот прошли эту пандемию. Но я горжусь и коллективом, и вообщем своими коллегами по всей Абхазии, потому что, ну, я не слышал ни от доктора, ни от фельдшера, ни от, что я устал, я не могу, я вот уйду, я брошу, я не было таких слов ни от кого. Были только слова поддержки, понимания, и мы не остановимся, мы, значит, только вперед и работать, и работать. Вот такое количество обслужив, естественно, мы, наша вот станция скорой помощи напрямую связана, мы были с госпиталем, развернувшимся военной здесь на территории Айтара, и с Гудаутским центральным госпиталем. Ну, естественно, у нас контакт большой был с участковыми врачами, с поликлиникой. Так как там очень много пожилых, скажем, более у нас, чем на скорой, участковых врачей, они, значит, на телефоне каждого пациента обзванивали, в буквальном смысле вот так на контроле держали всех наших пациентов, которые остались на дому, я имею в виду. Они держали их на контроле, и этот контроль у нас создавался, значит, таким путем. Этот, помимо нашей диспетчерской, рядом же принимали, скажем, я принимал, наши коллеги, коллектив, звонки от наших участковых с поликлиники, которые постоянно на связи с населением были, и где что ухудшается, мы уже даже по голосу знали, когда сатурация, какая сатурация, вот поверьте, она на кабинетах, Саиды Юрьевны, наверное, меня поймут, что сотрудники скорой, вот по голосу пациента, если этот пациент сам звонил, мы уже знали, что у него сатурация, значит, может быть низкая, и что у него незаметно, он сам не замечает, но отдышка идет по голосу, мы его слышали. То есть, вот такой опыт набирались, естественно, и нелегко, трудно, тяжело, вот такую работу все вместе. Поддержка, поддержка, вот медикаментами, так далее, от государства. Медикаменты и кислорода у нас, как бы вообще никаких перебоев не было. Да, у нас, когда сама вся эта пандемия началась, у нас не было таких машин, приспособленных для перевозки таких пациентов. Естественно, мне ребята помогли, я технически, технологически, как это должно существовать, работать, я понимал, и вот эти кислородные линии в машинах, мы вынуждены были сами быстро это все проложить, сделать. Дефицит, не только в Абхазии, вообще по всему миру, тогда вот эти увлажнители, Боброва, вы знаете, или-или нашли, установили, все, вот как бы, чтобы кислород увлажненный получал по пути следования пациента. Все вот это своими руками все наладили, и ребята все рядом стояли, и что с кислородом, кто как работает, подушки дополнительно всегда заправленные имели, потому что баллон мог закончить, счета пациентам не было. То есть, вот такая вот работа пошла, но опять-таки, слава Богу, что молодежь именно вот такое отношение проявила, понимание, значит, сострадание, вот только вот могу огромное спасибо, благодарность им вот всегда выражать. Молодежь, вы имеете в виду своих сотрудников? конечно, конечно, молодые ребята. Молодых много? Ну, фельдшера у нас практически все молодые, вот сейчас данный момент, и водители все молодые, у нас вот как бы обновился тоже коллектив, ну, старые сотрудники есть, там несколько человек, но их очень мало, единицы остались, в основном, вся молодежь у нас работает сейчас. Спасибо, Азида Юрьевна, вот под пандемию тоже вот давайте свою черту подведите, а потом мы перейдем к следующему вопросу. Когда мы говорим о том, что, вот Мадонна Корбеевна говорит, что все было вовремя, все помимо того, что для того, чтобы все вовремя было в центральных районных больницах, ну, наверное, каждый будет говорить о своем ведомстве. Я никогда это не озвучивала, ну, я думала, кто-то другой будет озвучивать, но раз сложилась такая ситуация, у меня есть возможность об этом сказать, я скажу о коллективе Министерства Здравоохранения. Давайте. Да, давайте скажем так, да, было финансирование, спускались деньги на все необходимое, медикаменты, расходные материалы, все, что касается горюче-смазочных материалов, все, но для того, чтобы осуществить все, вовремя перевести денежные средства, вовремя выйти открыт в 2-3 часа ночи склады, выдать медикаменты, вовремя увести пациента, который ухудшился и должен с Гудаута или с какого-то района, уехать в Дагомыс. Координатором всего этого было Министерство Здравоохранения. Конечно, конечно. И я, да, у нас есть начальник управления, у нас есть там заместители министров, министр, но всю рутинную работу выполняли наши бухгалтера, наши экономисты, договорники, начиная от управления статистикой, заканчивая, я не знаю, там, самого среднего технического работника, для того, чтобы все это осуществлялось, заболевал один, переносил более легко или менее, но все остальные, зная, что они были в контакте, они одевали маски, они ночью, в 2-3 часа, они знали, что все переводы на Россию осуществляются только до 2 часов дня, эти девочки приходили ночью, чтобы утром все документы готовили, чтобы все между собой не контактировали, они занимались переводом денежных средств, потому что независимо от пандемии, если ты вовремя не перевел деньги, никакие медикаменты, никакое оборудование, никто тебе по России спускать не будет, никаких поблажек в этом не было, и поэтому мы никогда не озвучиваем и не говорим те люди, которые тихо, спокойно работают, выполняют свою работу, пришли в 2-3 часа ночи и ушли, мы их не награждали, мы их не отмечали на уровне Минздрава, чтобы у нас там 2-3 сотрудника получили ковидную медаль, мы даже благодарственными письмами не награждали, потому что мы считали, что эта работа, которую мы должны все осуществлять, дело не идет ни о наградах, я хочу просто, чтобы мои сотрудники, те, которые днем и ночью стояли рядом, даже когда я заболела, ушла, независимо от этого, вы знаете, когда начался ковид, ковидом занималась не только Министерство Здравоохранения, я хочу вот одну вещь сказать, когда только сказали о том, что в Гудаутах будут открывать госпиталь, это было еще при этом Азимур Манчич Сахнаки, глава администрации Гальского района на прямой связи по телефону, на громкой связи, я слышала, когда он говорил, он только приступил, по-моему, к своей деятельности, главврач Гальской ЦРБ еще не был назначен, там был зам по хозяйственной работе, он ему говорит, вот тебе деньги, найдешь машину, все кровати, которые более или менее могут быть пригодны для Гудаутской больницы, грозите и отправляйте в Гудауту. Мы от Гала до Гагры, если у кого-то что-то было, которое может помочь Гудауте, собирали и отправляли. Мы санитарок с Галей возили, мы говорим о том, что мы справились, все получилось великолепно, потому что нам помогали и районы, и самые главные, главы районов, это и Гагра, это о Гудауте, и там, и вот Галя, это наглядный пример того, что я сейчас помню. Можно очень многое сказать, очень большая работа была проделана, и это говорит о том, что мы можем работать, мы сплотились в экстренной ситуации, но мы не только в экстренной ситуации можем сплачиваться, у нас очень большой потенциал, у нас очень много молодых перспективных врачей, которые могут работать не только врачами, но и администраторами хорошими. У нас есть молодежь, на которую мы сегодня можем положиться, главное, чтобы мы в свое время смогли все, что мы знаем и умеем, хотя бы тот минимум, который мы уже накопили, за свой там опыт не только врачебный, но и администрирование вовремя все передать молодым. Вот Аслан Мурманович, который возглавляет скорую не один год, работа, когда открылись при центральных районных больницах, отделение стало намного легче, но эти перевозки из Хворчала, из Гала, из Ачамчиры, все тогда же они сами осуществляли, поэтому нагрузка на скорую была не только внутри района, но и связанная с вывозом за пределы своего района была больше, но когда открыли уже отделение, ну вот только в Гале у нас не было отделения, да, ковидного, везде отделения были открыты, нагрузку на скорую, конечно, была уже меньше, но она никак не уменьшилась в плане там вызовов в районе, вот, и что хочу еще отметить, что централизация скорой помощи, она необходима, она не может быть оторвана от централизации больниц вообще, это вопрос, который стоит не один день на уровне здравоохранения, и решить этот вопрос, почему-то очень, за мою память, 7-8 лет, более чем 7-8 лет, наверное, стоит этот вопрос, почему-то оно не осуществляется, потому что нужна поддержка, это инициирует Министерство здравоохранения, но только при поддержке районов это может вообще осуществиться, потому что на сегодняшний день это непосредственно в руках, ну, как бы административно, в этих глав администрации. Если говорить о документации, значит, существует проблема в том, что центральные районные больницы все, естественно, должны иметь документы юридические, говорящие о том, у них должно быть положение, устав, из-за того, что вот этот вопрос не отрегулирован, у нас получается, что в центральных районных больницах у нас не везде одинаковые положения больницы, уставы, они юридически, даже в некоторых местах еще не зарегистрированы, потому что нет четкого понимания, кто за что, в какой ситуации должен нести ответственность. А с централизацией, наверное, решились бы и эти вопросы. Я знаю, что не все юристы, которые работают в центральной районной больнице, они хотят всю эту нормативную документацию перевести в соответствие, но не все получается, потому что нет четкого понимания, за что отвечает район, какую ответственность берет на себя Минздрав. На сегодняшний день Министерство здравоохранения на уровне центральных районных больниц больше методическая помощь, организационная, в плане медицинского, вот именно лечебной части, а все, что касается администрирования, назначения врача, мы даже выговор объявить не можем врачу, который в чем-то реально провинился в работающей в центральной районной больнице. Ну, наверное, как Минздрав знает, что происходит внутри больницы в плане тактики ведения пациента, его даже там этики, деонтологии, наверное, Минздрав больше разбирается в этом. Ничего, как говорится, к главам администрации, у меня никаких претензий, но Минздрав касаемо лечебной части и медицинской составляющей должен, наверное, больше полномочий иметь при центральных районных больницах. Ну, это мое видение, это мое субъективное видение. Но я бы хотела сказать еще, я начала с Гагры, но у нас вот Ачимчиру и город Сухума светили, у нас очень хорошо работает станция скорой помощи в городе Гудаута. Вот, я сегодня общалась с главным врачом, который сказал, что врач-реаниматолог, который ранее работал на станции скорой помощи, сейчас работает в отделении и курирует непосредственно эту службу и обменивается опытом, и он очень доволен работой. Они при больнице, правда же работает? Они при больнице, да, они при больнице. Организационная форма какая, они отделение? У них вообще отдельно стоящее здание при больнице, но они при полном взаимодействии. Сейчас поликлиника активно включилась к тому, чтобы взаимодействовать со скорой помощью новая молодая главная врач, которая очень хорошо взялась, и принцип участковости, который реанимируется, и, по крайней мере, говоря, общаясь с главным врачом центральной районной больницы города Гудаута, он сказал, что у нас есть продвижки, у нас все будет нормально. Ну, мы все, конечно, только этому рады. В Куарчале у нас нормально все хорошо, в Гале главный врач сказал, единственное, что нужна машина, сейчас они ремонтируют машину. У них с городом нормально, но выезды в горные села, конечно, нужна машина, которая бы с большей проходимостью. Но этот вопрос они решают постепенно, так что, в принципе, на местах по станциям скорой помощи, по машинам все довольно-таки неплохо. Есть вопросы организационного характера и администрирования, да, которые нужно пересмотреть, пересмотреть и принять решение, принять решение. Я понимаю, что это не простая задача, и определенное сопротивление, возможно, на каком-то уровне и так далее, но тем не менее это необходимо. После войны, вот, в плане положение, какое должно быть устав, какой должен быть улич учреждения, мы этим Советского Союза еще вот уставами, положениями в некоторых учреждениях пользуемся. Сейчас, значит, в городе у нас и положения, уставы как-то поменялись и по-новому все у нас организовывается. Значит, мое личное мнение, вот как раз Минздрав должен как ведомство по всем организациям лечь учреждениям Абхазии, выдать положение каждому как паспорт. Потому что это вот Минздрав, это наш прямой законодатель в медицине, как мы должны работать и какие мы функции должны нести и выполнять. А администрации, я считаю, что это как наши заказчики. Вот есть такой вот проект, вот такой план. Если вы можете оплачивать, у вас оно будет реализовываться. То есть в виде скорой помощи, в виде больницы, все вот в таком виде. То есть ведомство должно задавать вот как бы тон. А по-моему, еще такие есть у Минздрава? Если нету сегодня, то надо к этому приходить. Это и вопрос централизации заключается. Я вот это централизации говорю, вот я с этого начал и дальше я что хочу сказать? Дальше я хочу сказать в медицине прорыв большой технологический. Высокотехнологичная медицина дает сегодня возможности сделать так, централизовать, допустим, если это скорая. Создать станцию огромную, штаб при ней, которая будет управлять всей этой организацией. Высокотехнологичная медицина чем поможет? Тем, что раньше если в каждой бригаде скорая, которая выезжала, допустим, врач должен был быть, чтобы полноценно квалифицированная помощь была оказана, то сегодня может фельдшер выезжать, а один доктор, сидя в центре, онлайн режимом, имея необходимую технику всю, может консультировать каждую экипаж скорой помощи на дистанции. Онлайн режимом может приходить кардиограммы штабно в центр. То есть 10 бригад выехали по всей Абхазии, работают, и вся их работа вот здесь на мониторе видна. Все их вопросы, с чем они столкнулись, какой пациент, кардиограмма, значит, потом тот же, который выехал туда, парамедик или фельдшер, он докладывает в онлайн режиме. Надеюсь, что люди, которые помимо вас еще компетентны и принимают решения, они прислушиваются к тому, что мы говорим. А вот сейчас я все же озвучила такую тему, как работает скорая помощь в Абхазии, посмотрим, что люди об этом думают. Как вы оцениваете работу скорой медицинской помощи? Никак. Машин никогда нет. Вот в Галле 10 машин, в Цехуме никогда машин нет. Ну, полчаса ждали человек, вот человеку плохо. Хорошо, что девочки. Чуть не умерла, упала. Скорая, машин нету. У нас выехал, машин нету. Я могу сказать только о себе, о нашем, так сказать, опыте. Достаточно быстро приезжают, надо сказать. Ну, и необходимую помощь оказывают, в общем-то. Сколько быстро? Ну, практически минут за 20 вот в районе маяка. Если была необходимость, сами ехали в больницу, потому что оказалось, что это быстрее. Потом в основном с детьми было, поэтому не могу поделиться впечатлениями. Было очень-очень давно, может быть, по детству где-то как-то так. Но вы считаете, что лучше проще самому поехать, в больницу? Я думаю, что это будет быстрее. По крайней мере, ты хоть что-то предпринимаешь, не сидишь, не ждешь. Если ты можешь взять ребенка в охапку и ехать в больницу, это, наверное, более оправдано. Ничего против меня. За какое время приезжают? И вы в черте города проживаете? Я вот там дом. Так что быстро. И скорая здесь быстро. Пять минут, и тут как тут. Я стараюсь не вызывать ее. Почему? То, что они мзду ждут, я за это... А у нас не всегда бывает в смысле деньги, размены, там, в смысле 200 рублей, 500 даже, они могут и 500 забрать. Короче, не вызываю, стараюсь самолечиться. Все, не хочу найти. А если вдруг плохо, а номер скорой помощи вы знаете, да, наизусть уже? 200-3. А в шестерах я хочу с родным глазах ажула ирха сахаваит иргопход а в абзине рыдриклод ирхат сглод ирхуштвойд ирхуштвойд иргопход ищет здорово. И нам, то саракала качать скорая самих хецеха ажула ирха и нам, то яйва даравис они приходят, делают уколы, уходят. Сколько я знаю, быстро. Быстро? Ну, бывает быстро. Вот я шла по дороге домой и заметила, как соседи приехали. Ну, там, ну, приехали и там 10 минут, наверное, или 5, не больше задержались. Не знаю. А номер скоро наизусть не знаете, да? Ой, господи, сейчас. 0-3. Я их не вызываю. А почему? Не знаю. Так получается, что, ну, никогда. Потому что долго ждете, либо вы им не доверяете? Нет, доверять доверяю. Ну, мы на своих машинах туда доезжаем, скорее всего, потом они нас оказывают помощь. Но мы в районе живем. А номер скорой не знаете, да? А? Номер телефона скорой? 0-3 или вообще номер? 0-3. Ну, у меня записано на книжке. Мне 87 лет, у меня уже памяти нет хорошей, понимаете? Поэтому. А в целом вы довольны работой, да? Нормально работаю, скоро хорошо. А не приходилось долго ожидать? Нет, не приходилось. Быстро приходит. А, конечно, всегда помогают. они даже пару том, что вообще сколько раз было ко мне вообще в ганге, пара гир, гумдаши. Сыздырам сасcome сьguся всё, овдой, и чай gero шоо, сейссы сдырам. Я все равно хочу заступиться, за себя же не скажут, я не согласна, например, с той пожилой женщиной, у нее не знаю какой был опыт, но, насколько я знаю, мои близкие говорят, и мне приходилось видеть, никогда мзду не просят. Другое дело, что если сами хозяева настоятельно что-то могут как-то отблагодарить, у меня не было ни разу такого случая, чтобы кто-то попросил какую-то определенную сумму. Ну я, да, я наблюдала за тем, что вот глубокой ночью зимой и света нет, электричество отключили, и вот в это время в двой дом приезжает скорая помощь. Вот правда бывает, что вот зимой очень тяжело работать. А что касается, ну скажем, благодарности, да, в целом вообще в медицине везде я очень антикоррупционный человек, но вот в этом случае, да, вот я скажу, что я никогда не... Ну может быть, сейчас скажут, что они тебя знают, это медийное лицо тебя узнают, поэтому нет, но другое дело, что я, например, бывает, что очень хочу отблагодарить. Часто бывает такое, что звонят нам, конкретно называют день, число, адрес, вот тогда-то мы вызывали, вот такой-то доктор приехал или такая-то фельдшер была, вот этой бригаде выразить, и нам от нас большое спасибо, или же приходят, бывают прямо на работу люди, и такое бывает. Ну естественно, если кто-то, кому-то что-то не понравилось или какая-то жалоба, тоже приходит. Ну слава богу, такие там практически единицы и очень мало. Больше благодарных писем, больше благодарных нам слов в наш адрес, в адрес коллектива молодых ребят, которые работают, часто слышу. Ну в Абхазии мы друг друга все знаем, и где бы мы не встречались, там в обществе где-то люди часто говорят, вот там пришлось на днях вызывать, спасибо, там быстро приехали. Ну конечно приятно это слышать, и все. Другое дело, что вот тут звучало, ну сами люди, которые вызывают, ну у нас положение такое, что не везде до сих пор есть лифты, хотя меняют, делают, не везде, значит, если даже лифт есть, можно больного, воспользовавшись этим лифтом спустить, носилочного по лестнице, все вот это, когда вот пациента таскают, все вот носят, ну и самим пациентам, родственникам, как-то неловко становится, хотя они часто помогают, и соседи, и все, и сорганизовываемся, когда носилочные у нас пациенты, ну как-то себя неловко чувствуют, и хотят отблагодарить, это сами сотрудники наши рассказывают, и все, это понятно, это по-человечески все, и хочу единственное, что вот сказать, обращаясь к нашему населению, если какие-то есть пожелания, или что-то вот изменить, как, в какую лучшую сторону, там, да, адреса меняются, что-то, какие-то полезные вещи для нас, для скорой, да, информация какая-то, если доносить будут до нас наши граждане... И чтобы подъезды не закрывали машинами, не заставляли... Да, не заставляли, дворы были свободными, чтобы скорая могла заехать в квартирные дома, во дворы, помимо скорой... Наша работа в этом смысле очень похожа на работу пожарников, да, вот... Подъезд всегда к дому, там, и тогда обязательно должен быть очень удобным. Многоквартирные дома, сегодня очень много машин появилось в Абхазии, в каждой семье чуть ли не по две машины практически, да, вот, по количеству увидим. Значит, дворы все заставлены, не пройдешь, не то, что там проехать. До сих пор не везде висят таблички, адреса. Старые сотрудники, они даже им не нужны, эти таблички, они знают все наизусть, ездят все, но те молодые, которые прибывают, начинают работать, они должны привыкать, учиться, видеть. То есть вот то, что нам помогает, ускоривает нашу работу, вот, если есть какие-то предложения, что-то могут нам подсоедать, с удовольствием мы всегда рады слушать. Два слова о том, какую заработную плату получают ваши врачи, врачи скорой помощи. Ну, врачи скорой помощи сегодня получают около 21-22 тысяч заработную плату. Значит, мы, может быть, в отличие от районов, как-то у нас чуть больше может быть, потому что город, на самом деле, которому мы подчиняемся, столице, мы ни в чем не нуждаемся, нас они обеспечивают всем. У нас не было такого, чтобы не хватало бензина, там, колеса, значит, вот не имеем, или там какие-то запчасти из-за этого машина стоит, или медикаментов не хватает, какого-то материала там медицинского, да, вот загвоздки вот в таких делах мы еще, слава богу, не чувствовали. Ну, а в чем тогда, давайте поговорим, вот главные проблемы? Буквально несколько лет тому назад, выезжая со станции скорой помощи на вызов в определенный адрес, да, и сегодня же, выезжая туда же со станции на этот же адрес, мы, скажем, несколько лет тому назад мало времени на это тратили, сегодня тратим больше, много факторов, которые мы не замечаем, вот здесь человек сказал, вот там пробок, наверное, столько нету, говорит, хотя, хотя он не прав, пробок, наверное, столько нету в районах, в селах, а в Сухуме как раз-таки очень много пробок и по утрам, и по вечерам, а в летний сезон, и днем тоже, значит, увеличилось количество светофоров, увеличилось количество лежачих полицейских, увеличилось количество огромных машин самих, значит, скорая помощь имеет возможность, включив мигалку, спецсигнал, проехать красный свет, но до красного света еще надо доехать, когда перед тобой куча машин, а ты не проедешь, значит, вот это все тормозит наше дело. Значит, еще раз говорю, года два-три тому назад со станции до адреса, если мы доезжали там за 5-10 минут, мы сегодня туда можем потратить 15-20 минут, то есть вот это, вот эти такие факторы нам мешают, это уже подсказывает о том, что надо разбрасывать подстанции, станции растягивать по районам, это раз, вот подсказка. Вторая подсказка, есть норматив, какой должен быть, сколько бригад на какое население, и третья, наша самая лучшая подсказка, которая может быть сегодня нам главным помощником, это высокотехнологическая медицина, которая принесла в медицину, в оказание экстренной медицинской помощи, новые технологии, которые нам дают возможность отдаленно тоже работать с пациентами, значит, имея определенные виды связи и определенную технику медицинскую. Допустим, вот Мадонна Карбеевна, сидя в Ачимчирах, имея фельдшерский пункт в Человах, допустим, а там плохо стало человеку, и тот же фельдшер Человский с вот таким кардиографом, с сим-карткой, сразу же моментально приступает к кардиограмме, а Мадонна Карбеевна это онлайн-режимом видит и понимает картину, советует, что делать онлайн-режимом, и тот фельдшер там оказывает квалифицированную помощь, как будто бы рядом находится доктор, потому что выполняются рекомендации доктора. Это раз. Второе. Дальше Мадонна Карбеевна, увидев картину, вы увидите, что идет инфаркт или прединфарктное состояние, будет рекомендовать не оставлять пациента, обязательно госпитализировать. Но если там все купировалось, то оставьте пациента после какого-то наблюдения и выезжайте дальше на следующий вызов. То есть вот таким путем должна вот скорая помощь работать. И это значит ускоряет нашу работу и естественно улучшает качество нашей работы. Вот такие моменты. Спасибо. Вы говорите о телемедицине, о цифровых каких-то решениях данной проблемы. То есть в эту сферу скорой помощи должна прийти телемедицина или должны прийти цифровые технологии, цифровые решения. Пожалуйста. На самом деле мы, можно сказать, почти так работаем. Единственное, что у нас нет цифрового, допустим, экрана. Есть мобильный телефон, есть WhatsApp. И когда осматривает фельдшер на месте пациента, она докладывает вот такие показатели, вот такие симптомы, жалобы, столько дней болеет, что делать. И доктор диктует. Если нам что-то интересно, естественно, мы задаем дополнительные вопросы для того, чтобы сориентироваться и понять, что с пациентом. Бывают ситуации, когда доктор выезжает у нас на вызов с кардиографом, снимает кардиограмму, сама решает, там уже понятно. Ну, когда нет в тот момент доктора, смотрит фельдшер, и все равно ведутся разговоры по телефону. И пока мы не решим вопрос, что с ним делать, естественно, это в поле зрения остается больной бригады скорой помощи. У вас в каждой селе есть фаб и фельдшер? В 27 селах, в 23 селах есть фельдшерские, акушерские пункты. То есть это те медсестры, которые работают у себя в селе, которые знают положение почти о каждом своем жителе. Есть хроники, которые из раза в раз болеют, и приступы у них, и они уже знают про них. Кстати, хочу сказать, что у нас очень хороший контакт с сельскими медработниками, и среди них есть медсестры, которые работают давно, и с хорошим опытом, и до войны работали, и после, во время войны работали, и сейчас молодые устроились на работу, и они стараются равняться на старшее поколение. В месяц раз мы собираемся, проводим какие-то совместные встречи, обсуждаем текущие вопросы, и стараемся вот так вот как-то, чтобы равноценно всем оказывать помощь. Вот они на месте. У них есть пункты. Недавно была передача, по-моему, тоже, пациенты, и наши ФАПы показывали, и выбрали там два ФАПа, но на самом деле почти в каждом ФАПе одна и та же ситуация. Есть точка, где они работают, есть медработники, какое-то количество препаратов мы стараемся им выделять. Сейчас мы тоже не настолько богаты, чтобы абсолютно всем их снабжать, но все-таки медикаменты мы им поставляем, у них есть чем оказать неотложную помощь. И мы постоянно в контакте. Если что-то случается на месте, что-то непонятно фельдшеру, она звонит любому нашему доктору или мне, или другим докторам, и потом уже решаем вопрос, что делать с пациентом. Но эта связь у нас была всегда, мы так вынуждены были работать, потому что других условий у нас не было. Можно я добавить? Хорошо. Я бы хотела сказать еще о другой стороне вопроса. Есть понятие немотивированный вызов скорой помощи. Если человек вызывает скорую помощь на гипертонический криз, это не есть правильно. По сути, как должно быть, хочу сказать. Потому что больной с гипертоническим кризом, это уже, наверное, хронический больной, скорее всего, у него есть определенные назначения. Те препараты, которые он принимает практически каждый день, и должен быть обучен врачом, который его ведет. А в принципе, если взять российский опыт, то врач участковый, зная своего пациента, должен обучить его в случае повышения артериального давления резкого, как должен пациент себя вести, и какие препараты он должен принимать. Ну вот, сталкивалась с российским аналогом, могу сказать так, что если в поликлинике утром на пяти минутке озвучивается, что на таком-то участке его пациент, ну, какого-то там врача участкового, вызывал скорую помощь, а информация вся стекается утром в поликлинику, и говорят так, почему ваш пациент вчера ночью вызывал скорую помощь на гипертонический криз? Почему ваш пациент не знает в случае чего, что он должен делать? Потому что на вот такие ситуации он должен принимать препараты, которые предварительно, его уж ведет врач, если это участковый, он ему говорит, вот твои каждодневные, а в случае, если происходит что-то неординарное, вы должны принимать такие-то препараты. Когда большой поток вызовов идет на станцию скорой помощи, иногда данные пациенты отвлекают на тот вызов, который более срочный, чем гипертонический криз, и отвлекает работников на другие вызовы. Поэтому пациент должен быть обучен. Гипертонический криз не может закончиться инсультом? Он может закончиться, но чтобы он не закончился инсультом, пациент, который уже, можно сказать, практически хроник, должен знать и сам себе помочь. Потому что по российским, по крайней мере, стандартам, существует такое понимание, что вина врача в том, что пациент не знает, как первичную помощь оказать себе. Можно я задам уточняющий вопрос? Я не согласна. Я просто... Участковый должен быть в этот момент на связи? Он может отвечать... Где участковый? Вся проблема на связи у нас у нас. Где они? Я к чему говорю, как должно быть. Как в принципе должно быть. Потому что есть понимание диспансерного наблюдения. Когда поликлиника, принцип участковости работает, как должен работать, каждый знает, кто у него на участке, с какими заболеваниями. И он контролирует ситуацию. Я сегодня данной ситуации говорю о российском аналоге, который мне импонирует и который я бы хотела, чтобы работал здесь. Вот я свою мысль доведу до конца, а потом мы проанализируем, права я или не права. На пяти минутках озвучивается этот вопрос. Почему ваш пациент? И тогда доктор докладывает, что у данного пациента была такая критичная ситуация или это такая неординарная ситуация. Но приблизительно все знают, кто наиболее часто вызывает скорую помощь на своем участке. Если это повторяется неоднократно, то по отношению к врачу участковому идут штрафные санкции. Это применимо по России, это есть, и я видела, как это работает. Что касается наших поликлиник на сегодняшний день, к сожалению, такого принципа участковости, который мог бы врач отвечать за то, что произошло у него в районе и почему произошло, к сожалению, такой обратной связи на сегодняшний день нет. И я бы, конечно, хотела, видя, что есть такой опыт, и он, в принципе, работает, чтобы и наши участковые врачи отвечали за того пациента, который очень часто вызывает скорую помощь. Иногда, порой, бывает, даже немотивировано. После ковида, после ковида, случаи вызова скорой помощи участились, и очень большой процент за счет того, что у людей появились панические атаки. Это тоже нельзя уносить на задний план. Иногда он считает, что у него критичная ситуация, если сейчас скорая не приедет, он не справится со своей ситуацией. На это стали смотреть по-другому немножко, в другом ракурсе. И врачи скорой помощи приезжают на любой вызов, независимо от того, что происходит. Хотя есть и другой российский аналог, не на все вызовы в России выезжает скорая помощь. Дают рекомендации, дают время определенное, опять созваниваются, анализируют ситуацию. Если ситуация купировалась, состояние больного улучшилось, скорая не выезжает. В Абхазии же на сегодняшний день, несмотря ни на какие финансовые, не финансовые трудности, какие несут там станции скорой помощи из-за того, что там немотивированный был вызов, выезжают, я насколько знаю, на все вызовы. Паническая атака, не паническая атака, никто анализ не делает, все выезжают. Но в принципе, это тоже должно прослеживаться. Врач, когда есть обратная связь, скорая помощь, поликлиника и участковость, когда все это в цепи работает, вызовы на скорую помощь, должны быть намного меньше. Пациент должен быть обучен тому, как справляться с ситуацией, если вдруг у него она возникла не впервые. Вот о чем я хотела сказать. Я вот с вами соглашусь, да, значит, есть скорая помощь, а есть неотложная помощь. Так же? Все правильно. Значит так, вот неотложную помощь несут функцию поликлиника, должна нести, да? Да. А скорая помощь, скорая сама. Да. Но дело в том, что Сухумская, наша вот моя организация, которую я возглавляю, называется станция скорой неотложной медицинской помощи. То есть на меня возложили поликлинические функции тоже. Я как могу к гипертоническому вотому кризу тоже, если бы неотложная помощь на мне не лежала бы, я бы только вот диспетчер, мы бы вот так вот, что у вас там? А вот там зар 37, значит, выпейте вот такой препарат и позвоните позже. Если не справитесь сами, мы приедем. Это неотложная помощь. А если высокая температура, там этот, это уже скоропомощная помощь. То есть диспетчер, вот беседуя с тем человеком, кто звонит, узнавая информацию, он должен квалифицировать. Это скоропомощная помощь или это неотложная помощь? Я это понимаю. Я потому и говорю, строго рекламентированно должно быть на каком... Нету регламента какого-то между нами, нету вот всего вот этого законодательного по положению, по всему. За это все эти функции мы выполняем. И когда все эти функции на нас лежат, да, я с вами соглашусь, мы не имеем права никому отказывать, мы выезжаем сегодня на все вызовы. И как Саиды Юрьевны говорит, оправдан, это не оправданный вызов, но он нас задержал. Этот вызов задерживает же. И значит, мы поехали на неоправданный вызов, мы там находясь получаем экстренный вызов, а этот вызов нас задерживает. И вот чтобы этого задержки не было, да, население должно быть грамотно, обучено, понимать, кто хронический, кто экстренный, чтобы сами разбирались. Если у нас участковость не работает, этот институт практически отсутствует. Наверное, существуют формальные, участковые врачи тоже есть. Но, по-моему, никто из нас не знает, кто наш участковый врач абсолютно. И если мы кому-то звоним, у кого-то консультируемся, то как-то по знакомству. Есть врачи, которые как-то себя зарекомендовали, мы им доверяем, к ним обращаемся и так далее. А вот, к сожалению... Но вы знаете как, если смотреть административно, мы не раз посещали, вот, допустим, Сухунскую городскую поликлинику. И когда мы ставим вопрос, потому что под каждой работой есть какая-то своя финансовая поддержка. Со скольки до скольки должна работать поликлиника? Работает ли принцип участковости? Выезжаете ли вы на вызова в случае необходимости? Все однозначно вам скажут, что это все работает. Но раз это все работает, оно должно работать и работа должна быть видна по пациенту. Почему? Если у тебя в 2 часа дня высокие цифры артериального давления, у тебя, ты в принципе можешь звонить в поликлинику, ты можешь связываться со своим вызывай на дом. Если неконтролируемая ситуация, да, конечно, есть скорая помощь. Но та ситуация, которая может быть проконтролирована и взята на учет в поликлинике, и может тебе прийти участковый, не надо беспокоить скорую помощь, надо начинать с поликлиники. Но когда поликлиника не справляется, да, неординарно, никто не говорит, что там зашкаливающие цифры артериального давления, жди завтрашнего дня, обращайся в поликлинику. Не об этом речь идет. Речь идет о том, своевременно правильно обучить пациента в случае необходимости, как ты оказываешь себе первую помощь, не справляешься, в таком случае вызываешь скорую помощь. К сожалению, это у нас не работает, пока, по крайней мере, не работает. Но мы должны об этом говорить для того, чтобы оно заработало. Обязательно, да, чтобы это заработало, или, может быть, на самом деле, вот, и в этом смысле не российский опыт надо дублировать и использовать, а может быть, есть другой опыт, который нам больше подходит, потому что у нас и население не такое многочисленное, как в России, и территории, кстати говоря, расстояние там и так далее, другие масштабы, поэтому надо подумать, и мне кажется, что прежде всего, если врачи вот ставят вот такие вопросы, то, может быть, Министерство здравоохранения, вот, это же, ну, понятно. Но мы все выходцы с Российской школы медицинского образования, и не настолько у нас велик опыт международного, как бы, да, их участковости, но я должна сказать, ковид показал, что Российская школа организации здравоохранения СССР, санитарная служба в ковиде показала, что наиболее правильное, наиболее эффективное, ковид показал, что далеко не надо идти смотреть зарубежный аналог, когда у нас есть хорошая организация здравоохранения, в принципе, и по России. Саида Юрьевна, вот брошюрки по скорой помощи с 1960-х, 50-х годов, прошлого века, уже можно сказать, 60-х, 70-х, приказы министра СССР о модернизации скорой помощи, эти приказы в брошюрах, они уже пожилтевшие, вот такие книжки, положения при разных инфекционных заболеваниях, как должно там организовываться, все вот это дело, если бы вот этого всего я не имел бы, а вот такое положение, которое мы имеем сегодня, значит, мы бы, наверное, не справились бы, потому что там по положению четко еще Советского Союза расписано, кто что должен делать, кто за что отвечает, как должно организовываться, там, и, значит, мы вот этим пользуемся до сих пор, это не секрет, это не секрет, вот сегодня мы просто нам, мы дошли до того, наверное, что вот взять надо полностью целиком, модернизацию нам проходить уже надо, значит, Но опять-таки мы возвращаемся к централизации, поэтому Централизации, да, да. Слово модернизация абсолютно не предполагает централизацию, модернизация это для меня улучшение качества, а централизация это совершенно неудобно. Саму систему тоже можно, нужно домодернизировать, саму систему, пользуясь ситуацией, значит, проводя совещания, значит, коллегиально вот совещаясь, можно там проект такой, для нас приемлемы. Я просто, если есть время, то для меня кажется это важным вопрос, я хотела сказать, что, не могу не сказать, что у меня отец проработал на скорой помощи 25 лет, и когда он приезжал на скорой помощи домой, мы все от детвора запрыгивали, и нам казалось, что это круто работать на скорой помощи, и навсегда запомнила вот эти боксы железные с препаратами, лекарствами, это был какой-то священный чемодан, который нельзя было трогать. Мой вопрос о лекарствах, которые есть сейчас на скорой помощи, это папаверин с дебазолом, который знают все, или анальгин с димедролом, вот какой спектр препаратов у вас под рукой? Весь спектр необходимый для купированных, острых процессов, вот такой вот необходимый препарат у нас есть. Для этого значит мы конечно желаем, хотим иметь более дорогие, более такие препараты, но честно говоря и нужды нету. Есть препараты, которые вот в течение часа, двух надо после приступа, я имею ввиду инфаркт, миокарда, я имею ввиду инсульты, вводить препараты некоторые. У нас город маленький и мы буквально довести за первые полчаса можем до стационара. Вот такие препараты, как феназипам, реланиум, к сожалению, таких мы не помним. Раньше ведь они были. Раньше они были, но почему я вам сейчас скажу, тот же феназипам, реланиум, я скажу, что во всем мире это не наркотические препараты, во всем мире, а у нас они внесены в список наркотических и сильнодействующих препаратов. Себазон же есть. Тем не менее, у нас есть Себазон, и у нас всегда есть сумки, есть в приемном покое в сейфе. Обязательно Себазон, трамал для обезболивания. Себазон, да, заменяющий, какие-то производные заменяющие, это что-то есть. Себазон есть, всегда, на выезде, Себазон, если есть необходимость, по показаниям, фиксируется препарат, книги учета особые. Вот мы как-то были с проверкой в Гудаутской на станции скорой помощи, в них отдельно заведен журнал данных препаратов. Да, он все фиксирует, мы контролируем это все, кому, когда и по каким показаниям. Даже журнал выезда в село, если кому-то введен, мы поднимали карты, основанием для назначения данного препарата, проверяли, потому что это строго учетная форма медикаментов, куда, на кого, когда, с каким диагнозом. Вы сами говорили, что после ковида у многих панические атаки, при панических атаках что делают врачи скорой помощи? А что они могут порекомендовать? Ну, успокоительные, значит, если это нельзя, то нельзя, все ушло из списка. Нет, мы табликировали. Нет, они-то с собой имеют этот препарат в случае необходимости, они будут вводить. Сибазон, мы получаем. Сибазон, конечно, они имеют. Сибазон помогает при панических атаках? Вы знаете, как если мы сейчас будем вторгаться в методику лечения панических атак, иногда бывает, ты садишься с пациентом, начинаешь общаться, и ты понимаешь, что ему вообще ничего вводить не надо. Психоэмоциональное общение с пациентом, ты настолько можешь вывести, что там ни в больницу ввести не надо, ни какие-то препараты применять не надо, все очень индивидуально. Поэтому в случае необходимости, если есть необходимость, фельдшер не может оценить состояние в данной ситуации, какой именно препарат, потому что ситуация неординарная. Он всегда на связи, как говорит Мадонна Карбейна, с врачом, и врач уже корригирует. Или вы привозите, мы его здесь успокоим, или вы там вводите, что вводите, в какой дозировке, если есть сомнения у фельдшера, он всегда на связи с врачом. А если при случае во время автокатастроф, когда ситуация сложная, у человека шок, как он уже называется, этот шок, от чего человек может умереть, в таких случаях нужно же вводить вот эти лекарства. Они же обезболивающие. Они же есть в себе в наличии. Есть, да? Конечно. Знаете, я тоже хочу дополнить, хочу сказать, что вот на мой взгляд, то, что есть у нас, нам, как врачам, вполне достаточно для того, чтобы оказать помощь на первом этапе, на госпитальном этапе, оказать человеку помощь. И это бывает по разным направлениям. Будет высокое давление, криз, отек легких, или приступ бронхиальной астмы, или починокаленний приступ. Любой, да. Вплоть, начиная с бинта и шин, все лежит в машине. Есть укомплектованные специальные чемоданы, где мы стараемся, чтобы все на выезд было. Почему? Потому что это экстренное. Ты там не можешь сказать, сбегайте в аптеку, купите, я вам уколю. Нет, в сумке должно быть все необходимое. То же самое у нас лежит в приемном покое, когда человека с улицы привели, и мы на месте сразу, не дожидаясь никаких родственников, и чтобы не искать препараты, вот на первый случай, то, что мы имеем, на мой взгляд, нам хватает. Вот мне, как терапевту, оказывать помощь, и моим другим докторам, вполне достаточно из того списка, который у нас есть. Это и растворы, и это дезинтоксикационные препараты, и все ампулярные, таблетированные препараты, так что, не знаю, мне кажется, в этом плане достаточно. Спасибо большое. В плане, да, у нас не было никогда, чтобы чего-то не хватало. Я еще раз говорю, у нас, значит, шаговая доступность, до больниц, мы в городе, значит, мы быстро доставляем с того же ДТП, с того же этих общественных мест, значит, имея Сибазон, мы в основном этот Сибазон тратим на эпилептиков. А на судороги, на судороги, разного там рода, характера, мы вот на такое вот это все тратим, а остальное, значит, у нас еще раз говорю, шаговая тут доступность. Ну, сокращение списка медикаментов, или же вот исключение каких-то медикаментов, идет, мы понимаем, из-за чего? Это связано, понятно, с наркоманией. С наркоманией. Только с наркоманией можно связать это все, и вот именно сильно-сильно действующих препаратов, вот там каких-то, может, нет, а остальное все необходимое, все есть у нас. Вы за внедрение новых цифровых технологий в серу нашей скорой помощи, да? А вот нередко, не хочу говорить часто, наши люди погибают из-за инфаркта. Могут не довезти до больницы. У нас нету кардиохирургии, нету кардиохирургов и так далее. Вывести в Россию это не сразу, и не быстро, и так далее. Люди погибают, я поэтому говорю. А вот не довезти до этого, насколько вот та же телемедицина, о которой вы говорите, может помочь? Телемедицина может помочь, значит, развернуть на месте, вот у пациента по адресу, значит, развернуться там полностью, говорите, скорой помощи, и работать... Диагностику. Диагностику там четко, если на месте проводить, если иметь эти все возможности там, то есть ты уже сразу же начинаешь правильное лечение. То есть не теряя времени. Фактор времени, вот здесь вот оно играет большую роль. То есть если ты на месте смог все распознать, увидеть, понять, продиагностировать, и плюс у тебя все это есть, все, что необходимо, все, чем работать, тогда ты будешь работать там, на месте с пациентом. Может быть, даже нетранспортабельный пациент, ты должен будешь им оказать помощь, и сделать так, чтобы он был транспортабельным, насколько это все возможно. Вот какие возможности дает телемедицина. То есть быстро действовать, эффективно действовать, и четко. Ну, насколько я знаю, есть такой аппарат для компрессии грудной клетки, скажем, да, вот... Ну, роботизированные технологии, скажем так, это дорого, вот, скажем так, цена вопроса большая, не посильная для нас, что касается медицины, вообще дешевого ничего нету, скажем так. Что касается медицины, все очень дорого, все очень дорого, потому что, значит, взять на одного пациента, купить, положить, это не получится. Это, если постоянная такая работа идет, дежурство, все же суточное, то есть запас должен быть, материалов запас, медикаментов запас всего, и плюс квалифицированный у тебя коллектив, кадры должны быть. Вот самое главное. Сегодня, допустим, мы, если даже приобретем аппаратуру, технику медицинскую, все такое необходимое, это еще не значит, что мы сможем работать. Это нам надо будет кадры подготовить отдельно под это все. Значит, только с такой организацией можно вот, значит, новшества вводить. Сегодня, чтобы телемедицину ввести у нас, чтобы она заработала, нужно, значит, много оргтехники под нее. Это сервера надо будет вставить, все, чтобы скорая, которая уехала в район, где-то там они кардиограмму снимают, это чтобы не просто там один раз увидели и закончилось. Это должно в памяти сервера здесь остаться. Оно должно сюда перетечь, эта информация. В любое время, через месяц мы захотим, мы должны иметь право вытащить информацию об этом пациенте, которого мы там месяц назад обслужили. То есть, вот это все подразумевает, что база данных, которую мы до сих пор не имеем, скажем, медицинскую, про всех. Мы очень хорошо разворачили эту тему. Я думала о скорой помощи, я, если не все знаю, то достаточно хорошо. Но вот для меня, например, как новость, что работа участковых может быть связана с работой скорой помощи. Я впервые об этом услышала, что это, если участковые будут работать или поликлиники на должном уровне, это может быть качественно, повлияет на работу скорой помощи. Чем лучше работает участковый доктор, тем меньше вызовов на скорой помощи. На скорой помощи. Будем двигаться в этом направлении или будем в этом плане стоять? Я сейчас скажу. Несколько лет тому назад, не буду цифру называть, потому что не могу сейчас точно сориентироваться, были закуплены... 8 машин. 8 машин скорой помощи, в которых были установлены... Было установлено оборудование, которое под то, о чем мы говорим, было все предусмотрено. В то время я не занимала должность заместителя министра, и этот вопрос я не курировала. Соответственно, я не могу сказать, что произошло дальше с этими машинами. Но то, что пришли машины оборудованные и предусматривали все то, о чем мы сейчас говорим, оно имело место быть. На сегодняшний день, если те машины, которые пришли, оборудованные, в свое время были интегрированы в то, о чем говорит Аслан Бурманович, может быть, на сегодняшний день ситуация прослеживалась бы более положительная. Судьбу этих машин не контролировала, не могу сказать, поэтому, куда они делись, куда это оборудование делось, что произошло. Мне трудно сказать, но то, что машины были закуплены и оборудованные, место имело быть. Тогда 8 машин пришли в Абхазию, 2 осталось в столице, в городе, 1 передали горбольнице, 1 передали станцию. Когда это было, в каком году? Ну, лет 5, больше? Не больше, больше уже. Это, сейчас, лет 7-8, наверное, даже чуть больше. Хорошо, что дальше было. Машины вот пришли, значит, каждая, значит, экипированная техника. Но факт то, что, чтобы все это заработало по всей Абхазии, надо было создать центр. Создать центр-базу с серверами, со всеми этими делами. А этого не доиваешь. И в центры, где будет сидеть, допустим, в сутки, один кардиолог дежурный. Значит, для этого необходимо или горбольница, где кардиологическое отделение располагается, или то ли это на базе скорой помощи, не имеет значения абсолютно где, но факт то, что где-нибудь надо было вот это создать и развернуть вот этот штаб. Новое структурное подразделение нужно было. Новых людей, новое подразделение просто создать с нуля. Значит, я как понимаю, чтобы такое создать, это надо, значит, какой-то как начальник, какой-то проект взять, кому-то поручить, кому-то приказать, значит, контролировать это и все. Никому, никакого приказа, ничего не поступило, просто передали нам машину. Вот поэтому нужна централизация. Да. Машину нам передали, эта машина у меня лично два года стояла в гараже. Почему? Потому что, в отличие от других лечащих учреждений, у меня тогда были, позволяло, мне позволял гараж, значит, не пользоваться этой машиной, а были другие транспорты. Мы ждали, какой будет дальше приказ, как это, значит, заработает. Ждали, ждали, ждали. Не дождавшись, пандемия наступила, мы вынуждены были машину использовать, так как время уже прошло, и вот как вот эти телефоны, там, каждые 5, 7, 8 лет, они стареют, и свои функции не могут выполнять, уже не поддерживают современные какие-то там приложения. вот так же эта техника устарела. Потому что они устарели, пока стояли в гараже. Да, пока стояли. Они у нас, каждому лечу учреждения, наша техника у нас заскладирована лежит, машина работает без этой техники. Почему вы хотя бы на своем уровне, Аслан Мурманович, на своем уровне, я дальше могу рассказать. Свою машину, да. Дальше, смотрите. На своем уровне, значит, одна машина, это ничего не решает, потому что машина выехала, поехала, от нее сигнал, кто-то должен получить, база должна быть. Базы у меня не было. Я обратился к Беслану Федоровичу Эшба. Беслан Федорович нашел в этом вопросе очень хорошо, хорошее понимание. И, значит, пандемию закончим, сейчас какие-то планы есть. Вот это планы у нас в городе такие. Раз централизовано по всей республике это не получилось, давайте сделаем это в городе. И Беслан Федорович согласился с этим и, значит, возможности какие-то ищет мэр наш, чтобы вот это все создать в городе. Ну, изначально так ведь и планировалось, сделать один центр на базе Сухумской городской больницы и дальше уже мы бы... В нашем случае, например, ну, хочу сказать, что машина, она и функционирует, ездит, а все, что было в машине, это был кардиограф, монитор, дефибриллятор, все это лежит в приемном покое, и мы пользуемся успешно в приемном покое этим оборудованием. То есть оно есть, оно работает. Другое дело, что вот та идея, которая была вложена в тот период, она до конца не осуществилась. Спасибо большое, но разговор получился большой, но я думаю, что мы и четверть, наверное, важных вопросов не затронули, в одной передаче, видимо, все это сложно. Я завершу. У человека экстренная медицинская проблема, травма, отравление, сердечный приступ и так далее. Дефицит времени, диагностическая неопределенность, вопрос жизни и смерти. В таких случаях мы молимся на скорую помощь. Как она организована, как она оснащена, это важнейшие вопросы. Дедовскими методами трудно, а иногда и невозможно спасать людей. Чем быстрее в эту сферу придут новые технологии, тем больше спасенных жизни. Логика простая, но у вопроса есть цена. Это была Аргама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова